Полицейский возвращает Кате Ефимовой её сотовый телефон. Недавно девочка случайно оставила мобильник в автобусе. Это уже второй случай, когда Катя теряет свой сенсорный аппарат. Однако Екатерина заведомо настроила телефон так, что если чужой человек поменяет номер, её родителям придёт СМС-сообщение. Я ехала в автобусе и выронила его. А потом, когда зашла в драмтеатр, я его не нашла. Я пришла после представления и рассказала маме. Потом вечером нам пришло сообщение о смене сим-карты. Многие владельцы телефонов даже не подозревают, что у них есть возможность подстраховать себя. В моделях, выпущенных после 2006 года, введена специальная функция – оповещение при смене сим-карты. Если злоумышленник встроил в украденный или найденный телефон новую симку, то вашим близким приходит сообщение с номером нового абонента. Чтобы настроить функцию, нужно выбрать меню, настройки, безопасность, оповещение о смене сим. Телефон запросит пароль, вводим пароль, активируем. Указываем номер вашего друга или родственника. Если вам всё-таки пришлось воспользоваться этой функцией, для начала попробуйте связаться с новым хозяином вашего телефона. Если он не захочет с вами общаться, пишите заявление в полицию. И вам, как Екатерина, вернут его в течение нескольких дней. Анастасия Никитина, Александр Менщиков, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион-45». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова